Взгляд в будущее. Молодых журналистов в Белгороде объединил Всероссийский молодежный медиафорум. Подведем итоги первого дня работы. Газельщики, радищики, телевизионщики и блогеры. Более 400 молодых журналистов из 70 регионов страны собралось сегодня в Белгороде. Такого скопления начинающих акуфера областной центры еще не видел. Уникальная образовательная программа, встреча с профессионалами медиасферы и полевая практика. Это и многое другое ждет участников форума в ближайшие три дня. Стаж работы в медиа у этих молодых людей самый разный. Кто-то работает только месяц, у кого-то за плечами несколько лет. Но всех объединяет неравнодушие к своей профессии и готовность учиться. В этом форум помощник начинающим журналистам. Пришлось принять участие, но плюс совместить приятное с полезным, пообщаться и заодно узнать что-то новое. Организаторы первого Всероссийского медиафорума Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Белгородской области. Площадка для проведения форума «Белгород» был выбран не случайно. По мнению организаторов, в нашем городе живет и работает большое количество молодежи, увлекающихся пиаром и журналистикой. Форум проходит в Белгороде, где люди не только словом, как мы это видим, но и делом доказали, что регион, город может меняться, меняться стремительно и использовать эту энергию молодости, которая существует с помощью молодых людей, которые проживают здесь. Хотелось бы, чтобы вы это усвоили и этот подход к жизни транслировали, убезли с собой и смогли в своих регионах также изменить ситуацию, изменить мир, сделать каждый город лучше. Образовательная программа пройдет по семи направлениям и представит принципы работы всех типов средств массовой информации. Молодые акулы-пера станут участниками медиа-игры, создадут десятки репортажей на социально значимые темы. Журналисты пообщаются с руководителями крупнейших СМИ страны. Итогом форума должно стать создание Всероссийской ассоциации студенческих медиа. Лучшие из участников получат возможность пройти стажировки федеральных и региональных СМИ. Перспективы огромные. Готовы приглашать к себе на работу. И задания, которые я дал своим службам, в течение этого форума очень внимательно ко всем вам присматриваться. И по окончании форума те, кто будут в лидерах, сделать конкретные предложения с переездом на территорию Белгородской области, с предоставлением жилья. Сегодня же руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев посетил Белгородский технологический университет. Почетного гостя по традиции встречались с хлебом с солью. После возложили цветы к памятнику Шухова. Затем ректор вуза, председатель Совета депутатов города Сергей Глаголев рассказал об опыте работы с молодежью. На сегодняшний день технолог активно сотрудничает как со школьниками, так и с выпускниками вуза. Около 40 у нас творческих коллективов. Более 35 у нас спортивных секций всевозможных и обществ. Порядка 4 тысяч студентов, те, которые занимаются наукой в нашем университете. Видимо, постоянные изменения строятся, развиваются новые корпуса. Это отдаётся предпочтение тем приоритетным государственным молодёжным проектам, и это инновации, и спортивное волонтёрство. Затем Сергей Белоконев вместе с руководителями органов по делам молодёжи ЦФО принял участие в семинаре на тему «Организация работы с молодёжью на территории Белгорода». С приветственным словом к участникам обратился мэр города. Сергей Баженов рассказал гостям о развитии областного центра и системе территориального общественного самоуправления. В каждом из 27 округов Белгорода работает сплочённая команда, в которую входит и молодёжь. Этот молодёжный актив у нас в каждой команде тоже представлен. Представлен тремя человеками. Я вот многих вижу здесь ребят, которые представляют эти молодёжные активы территории. Один человек представляет молодёжь школьную, один человек представляет молодёжь студенческую, и один человек представляет молодёжь рабочую. И таким образом мы сегодня имеем, что каждая территория имеет свой актив всевозрастной. Депутат Горсовета Александр Щеглов рассказал об организации территориального общественного самоуправления на примере 21-го избирательного округа. О деятельности молодежных советов территории, которые не имеют аналогов в России, сообщил лидер молодежи 1-го округа Александр Пучинов. В завершении семинара руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев призвал своих коллег изучить белгородский опыт и использовать его в работе с молодежью во всех городах страны. Надежда Дурнева, Павел Емелин. К этому часу Белгород.